на комфортное обустройство в жизни зачастую уходит все отведенное на нее время говорил издатель владислав божедай ну а отведенное время на программу вектор комфорта уже пошло сегодня выпуски строились как временные стали постоянными в урнарах в бараках семидесятых годов постройки живут два десятка семей в гранит не оденут но благоустроят в чебоксарах начались работы по реконструкции московской набережной вместе ярче чебоксары присоединились ко всероссийскому фестивалю энергосбережения временные бараки семидесятых годов постройки которые стали постоянным жильем для более двух десятков семей дом с трещинами который по документам все молодеет и квартира с подпоркой для потолка чтобы тот не обвалился вот скорее всего неполный перечень проблемных объектов поселки вурнары все эти адреса постили представители общероссийского народного фронта и наша съемочная группа у жителей улицы путевой в урнарах которые они сами называют непутевой есть одна верно работающая примета если вывезли мусор из баков значит приедет общероссийский народный фронт дело в том что даже эти баки жильцам поставили после одного из визитов унф мусорные баки туалет тротуары без них конечно плохо однако это не самые главные местные проблемы бараки которые стоят буквально в 30 метрах от железной дороги на протяжении многих лет переходили из рук в руки и в итоге оказались бесхозными почти все документы на них утеряны а значит делать капремонты для расселять людей просто некому утрам займут уже делаем делаем все равно провалите не боитесь боимся проваливаемся уже да да у вас уже проваливали почти всем вон там в дырке возводили бараки как временно жилье однако сработала известная поговорка и возраст бараков перевалил за четыре десятка лет уже все сгнило все гниет когда поезды проезжают все трясется крыши уже вода течет даже в таких условиях люди стараются создать минимальный комфорт уют вся пенсия антонина федоровны уходит на то чтобы подлатать крышу перестелить пол запасти дрова на зиму 41 год живем работала четыре года на путях обещали все что это будет квартира вам будет скоро ну чё живем так сами все сами ну конечно деньги уйдет много уходит уходит ой много ну все надо покупать сейчас все дорого старания пенсионерки увы не решат проблему ветхости конструкции но чтобы расселить бараки нужно сначала официально признать дома бесхозными а в суде эта процедура занимает около года затем передать в собственность муниципалитету после оформления муниципального образования мы будем уже в комиссию выходить и признавать их ветхое аварийное для последующих включения в программу ветхого аварийного жилья наверно до конца года успеем обращались жители микрорайона смп уже года два назад писали письма обращение и мы неоднократно здесь бывали и ситуация мне кажется изменилась лучшую сторону и будем надеяться да и мы будем контролировать ситуацию до полного решения улица путевая не единственный проблемный адрес в урнарах дом по улице ашмарова со счастливым номером 13 такого не встречали даже много повидавшие эксперты это пока временной подпорку поставили чтобы доски не упали потому что сюда приехали гости и там дети как раз бегали и чтобы дети не упали мне потом не винили я позвонила жилинспекцию чебоксарскую чебоксарская инспекция заставила это уже жкх нашу и вот они течение трех дней течение трех дней они поставили подпорку временную так и стоит это уже теперь жить можно ремонт сделано на бумаге так пишут наша администрация по представителям городской администрации другое мнение когда мы первый раз здесь были только маленький участок этот участок он превратился уже вот такой я говорю 14 году он был маленький участок это она сама приходила вечерами и штукатурка отбивала это муниципальная квартира было 14 году решение суда как бы отремонтировать эту муниципальную квартиру был проведен аукцион но к сожалению как бы вот нанимательность этой квартиры не дала подряд организации провести этот ремонт межведомственная комиссия вынесла решение жить можно но после ремонта отметил начальник отдела жкх и строительства не согласно с таким выводом хозяйки придется спаривать это решение судя по всему еще во многих инстанциях если жительница дома номер 13 с опасением смотрит на потолок то жильцы дома номер 6 по той же улице на стены по ним давно идут трещины еще недавно процент износа дома по документам составлял 76 процентов и мог быть признан аварийным однако потом волшебным образом здание помолодело подел паспорту 76 и сейчас когда второй раз у нас межведомственная комиссия была 7 июня администрации как раз и межведомственная комиссия вот технический поскольку руководитель в урнарской области поменялся у нас теперь там женщина фамилии точно не знаю там у нас по предварительным подсчетам говорят бте процент износа дома 76 теперь осталось 52 процента даже тогда жители заказали независимую экспертизу которая впрочем не убедила администрацию городского поселения у них лицензии все есть и когда делают заключение межведомственной комиссии я говорю что по постановлению правительства они должны основываться только на результатах специализированной экспертизы которая имеет лицензию нет ни в какой вот мы горизонтально пришли посмотрели по подсчетам вот бты значит есть у них вот методика расчета вот все дома которые там они считаются по году строительства процента износа я не знаю 72 процента никак этот дом он постройки шестьдесят четвертого года по моему никак не может быть 77 2 процента износа соответственно это было вот подтверждено новым руководителем бте как бы а то что ну трещина на стенах вы как бы увидите наверное старца дома построен как бы в нарушении всех строительных норм другой многоквартирный дом у него несущая способность отличается от этого дома соответственно вот трещина есть на одной стороне где пристроен этот дом интересная логика трещины пошли из-за пристроенного соседнего дома но это в расчет не берут смотрят только на год постройки признание дома аварийным процент износа должен составлять 65 процентов то есть никак этот дом нельзя сейчас признать аварийным потому что 52 процента и ситуация требует разбирательства если беремся какие-то проблемы мы непосредственно выезжаем на место смотрим и мы увидели на самом деле там есть разрушение стен фундамента и будем возьмем под свой контроль в общем 6 дом по улице ошмарова по всем этим случаям вероятно еще будут долгие разбирательства однако в конфликте помимо жителей чиновников теперь появилась еще одна сторона общероссийский народный фронт издалека долго не только течет волга но и решается вопрос реконструкции ее набережной в чебоксарах за два десятка лет она фактически не изменилась однако к следующему лету судя по всему должна преобразиться если при упоминании реконструкции московской набережной в чебоксарах вам представляются новые архитектурные объекты спуски к воде пирсы и прочее то вы будете разочарованы как отметила директор управления жкх и благоустройства набережная это берегу укрепляющее сооружение и сильно развернуться здесь не получится поэтому изменения которые планируются это скорее благоустройство стоимость первого этапа 136 миллионов рублей в рамках исполнения контракта значит будет в рамках благоустройства будет выполнено устройство тротуара четыре с половиной метра велодорожки два с половиной метра дороги пять с половиной метров и такой технический проезд и зеленые зоны будут то есть зоны отдыха спортивные зоны в том числе и пляж также зоны где будут там общепит располагаться этот в целом что будет в процессе реконструкции появится новое освещение появится здесь ливневая канализация будут новые очистные сооружения средства на реконструкцию город получил в рамках федеральной программы развития внутреннего и внешнего туризма в общей сложности на первом этапе благоустроит чуть более 880 метров из шести километров в проекте который разрабатывал казанская фирма московская набережная выглядит так что будет в реальности покажет время сейчас же начали ремонтировать дорогу и очищать территорию от незаконных построек так например с насиженного места снимается до соав многочисленных лодок вдоль берега тоже не будет зато на месте останется яхт-клуб как пояснили в управлении жкх и благоустройство территорию клуба собственности результаты горожане должны увидеть уже к следующему лету полвека на страже экологии чебоксары города спутника речь о биологических очистных сооружениях сейчас на жизненно важном для двух городов объекте идет модернизация о том что и для чего обновляют далее перед тем как попасть волгу все канализационные стоки чебоксары ново чебоксарска приходит сюда на биологические очистные сооружения сокращенно босс их построили 49 лет назад за это время оборудование системы износились обновление запланировано провести в три этапа сейчас завершился второй в эксплуатацию вели комплекс нового оборудования это еще одна воздуходувная станция она подает кислород в специальные емкости аэротенки там происходит биологическая очистка не частоты контактируют с микроорганизмами которые питаются загрязнениями и в свою очередь могут существовать только в насыщенной кислородом среде необходимость новой воздуходувной станции возникла в связи с тем что стоки стали приходить более концентрированными чем больше загрязнений в сточной воде тем больше требуется воздуха для биологической очистки и в то же время то есть прекращение подачи воздуха приводит тому что гибель активного вела происходит в течение нескольких часов и соответственно для ее расслабления требуется не один месяц базовую станцию будет работать независимо независимости от отключения электроэнергии еще один пункт второго этапа модернизации вот в эксплуатацию мизм теплоэлектростанция было проветрена configure tv а вот так сказать георгиоз another установка или мини-теплоэлектростанция которая предназначена выработки электрической энергии и естественно тепловой энергии электр RAM используется для нужд предприятия тепловая энергия соответственно То же самое для нужд предприятия – это отопление в зимний период и обеспечение горячим удостовжением предприятия в летний период. Себестоимость электроэнергии значительно ниже, чем электроэнергия, которую мы закупаем, получается значительная экономия денежных средств. Чем больше экономия средств для предприятия, тем ниже тарифы для населения. Впрочем, главный бонус модернизации – сохранение экологии республики и регионов, которые ниже по течению Волги. Так, например, мини-ТЭЦ может работать как резервный источник питания при аварийных ситуациях, что не позволит очистным остановить работу. Вместе ярче Всероссийский фестиваль энергосбережения с таким названием в эти дни проходит в большинстве регионов страны. Чувашия не осталась в стороне, одна из площадок развернулась в Чебоксарах в Лакреевском лесу. Возможность узнать побольше о том, как экономить природные ресурсы и собственный бюджет субботним утром заставила подняться из постели немногих. Другое дело студенты – их привела преподаватель. И судя по ажиотажу, вокруг одного из стендов они не пожалели. Солнечные батареи – все про них слышали, но мало кто пробовал на деле. Они как будущие электрики. По профилю специальности они должны знать, как производится энергосбережение. Здесь очень интересно, конечно, солнечные батареи, которые вообще электрической энергией не потребляют, заряжаются от солнца. Я увидела солнечные батареи, как они заряжают. Маленькая батарейка. Интересно, ну, поехать на природу, например, когда нужно зарядить телефон. У студентов, конечно, интересует зарядка гаджетов без подключения к розетке. Людей постарше – другие свойства. Солнечные батареи могут работать в нашем климате. Самые солнечные месяцы – с мая по июль. Соответственно, солнца зимой меньше. В январе, декабре солнца меньше всего. Оптимальное применение – это там, где электричества нет. Это, соответственно, дачные кооперативы, базы отдыха, какие-то удаленные монастыри. Для тех, кто ставит солнечные модули, экономия не является единственной причиной. Основными причинами и движущими мотивами для них является независимость, автономность от сетевиков, то есть экологичность в плане сохранения экологии. Тот, кто любит инновации. А вот ящик для приема батареек, несмотря на утро, оказался полным. И мы поняли, почему. Мы узнали, что здесь праздник энергосбережения проходит. Мы давно мечтали, батарейки собирали почти целый год. Давно хотели их куда-то обменять или сдать. И вот решили приехать их сюда отдать. Дети говорят, фиксики смотрели. Говорят, что батарейки очень сгрязняют окружающую среду, долго разлагаются. Все, кому энергосбережения нет, до лампочки интересовались и стендом со светодиодным освещением. Если сравнивать, допустим, с освещением традиционным, это лампы накаливания, хотя они уже, в принципе, встречаются достаточно редко, то экономия составляет где-то примерно в 10 раз. А если сравнивать с компактными люминесцентами, это где-то примерно в 2-3 раза. Так, светодиодная лампа может без перерыва светить больше 3,5 лет. Все, что представили в Лакриевском лесу, вполне реально внедрить в наш обиход. Только для этого энергосбережение должно стать образом жизни, а не выставочными экспонатами. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова